Так, мы продолжаем с вами разбирать пункт 1.12, и сейчас нам с вами предстоит разобраться с тем, что такое эпитет, метафора и олицетворение, и в чем же разница между ними. Очень важно отличать эти понятия, потому что это наиболее частотные вещи, которые встречаются в рамках ЕГЭ по литературе. Я не определяю нумерацию заданий, потому что сложно понять, в каком конкретно может встретиться одно из этих понятий, потому что оно может быть где угодно, на просторах, хоть первой части варианта, хоть второго, и в каком угодно из номеров. Итак, ну проще всего разбираться с тем, что такое эпитет, это самое очевидное, что может быть. Эпитет это по сути любое определение, которое встретится у вас в тексте. Абсолютно любое. Это любое прилагательное, любое причастие, все, что отвечает на вопрос, какой, все туда. Ну там, например, мы с тобой бестолковые люди. Бестолковые люди уже эпитет. У Ахматовой желтый одуванчик у забора, желтый одуванчик уже эпитет. То есть, по сути, любое прилагательное, которое вы встретите, будет относиться к эпитетам. А вот дальше уже посложнее. В чем разница между метафорой и олицетворением? По сути, олицетворение входит в то, что называется метафорой. Олицетворение это как бы такой подразряд метафоры. Важно понимать, что такое метафора. Метафора может фигурировать в рамках ЕГЭ по литературе, как скрытое сравнение. Да, в формулировке такое может быть, и как только мы встречаем это, то сразу пишем метафора. Но важно понимать, что метафора и скрытое сравнение это вещи несколько разные. Потому что иногда скрытым сравнением у нас называется сравнение, выраженное творительным падежом. Как в каком-нибудь слове о полку Игореве. Серым волком по земле, сизым орлом под облаками. То есть, что-то там, как серый волк по земле, как сизый орел под облаками. Поэтому это несколько разные вещи. Мы запоминаем с вами, что метафора это нерасчленимое сравнение. То есть, какие-то образы, которые встречаются в рамках одного-двух стихов, может быть, страфы, которые мы не можем разорвать друг от друга, иначе картинка, которую изображает автор, распадется. Ну, так, например, у Есенина есть очень вкусные строчки. Изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. С одной стороны, мы можем подумать, что это олицетворение, потому что олицетворение это персонификация. У нас изба становится старухой, которая жует что-то там. Да, можно подумать так, но этот образ гораздо сложнее. Нам, чтобы его представить, нужно как бы напрячь мозги, представить, что изба старуха, что ее порог, вот эти ступеньки, это челюсть, и что она жует воздух, по сути, который у нас в форме хлеба представлен. Вот это и есть метафора. Олицетворение, оно несколько проще. Олицетворение, это перенесение свойств живого чего-то на неживое. И тут гораздо проще справиться, но стоит отличать то самое неживое. Если, например, у нас неживым представляется, ну какая-то субстанция, назовем ее так, это будет там любовь, надежда, совесть, говорят, совесть грызет, например, да, это может быть вполне себе метафорой. Все-таки к олицетворению у нас относится какая-то предметная образность больше. Ну скажем, дождь идет с точки зрения изобразительно-выразительных средств, это олицетворение. Потому что, чтобы представить, как идет дождь, нам нужно представить, что у него есть ноги, и он, значит, шагает по земле. Или там поля катятся. У нас поля в смысле спускаются вниз, а с точки зрения изобразительно-выразительных средств поля катятся, это в смысле они такие, как колеса покатились. То есть вот это и будет как раз-таки олицетворением. Или как у Маяковского, нерв тихо встал. То есть мы должны представить себе нервную клеточку, опять же, у которой есть ножки, ручки, она такая встала с кровати и пошла. Что такое сравнение? Мы уже немножко упомянули о том, что у нас есть скрытое сравнение, которое выражено творительным падежом. Да, но отдельного термина в рамках ЕГЭ скрытое сравнение в принципе нет. Поэтому если у вас попадется что-то там в творительном падеже уподобляемое чему-то там, то это и есть сравнение. По сути сравнение это уподобление. Почему не нужно запоминать, что что-то типа там это, не знаю, сопоставление одного с другим, что-то вроде того. Потому что у нас предложение из серии Я как и Он, чего-нибудь там, чего-нибудь там, это уже сравнение. Если мы себя уподобляем кому-то, ставим себя на чье-то место, мы уже сравниваем себя с кем-то. То есть как только у вас возникают слова как, словно, будто, это автоматические сравнения. Более того, они будут у вас выделены жирненьким в скобочках, поэтому вы сразу же догадаетесь, что это такое. Если же не выделено у вас жирненьким как будто, словно, или там наподобие, что-то вроде того, а есть творительный падеж, мы уже обращались к слову полку Игореве, то это тоже вполне себе может быть сравнением. Так в Евгении Онегине очень много сравнений, выраженных творительным падежом. Надеюсь, стало более понятно. Теперь мы обращаемся к практике и на практике разбираемся в формулировках и отличаем метафоры от олицетворения, олицетворения от сравнения и так далее. Вперед!